В 2018 году системе обязательного медицинского страхования в России исполняется 25 лет. Сегодня в рамках празднования этого события в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Забайкальского края состоялся день открытых дверей. Мы пригласили всех желающих прийти сегодня к нам в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, где люди могут ознакомиться очень подробно о системе обязательного медицинского страхования, о программе госгарантий, о тарифах, о том, что платно, что бесплатно для них гарантирует государство при оказании медицинских услуг, необходимостью прохождения диспансеризации, ознакомим людей с теми информационными ресурсами, которыми мы обладаем, с перспективами, которые нас ждут при развитии системы обязательного медицинского страхования. За 25 лет был пройден большой путь становления и развития этой структуры. С каждым годом система обязательного медицинского страхования становилась финансово стабильней и эффективней. Так, например, бюджет на первый год ТФОМС по Читинской области составлял 7 миллионов рублей. А уже в планах на 2019 год запланировано заложить на полное покрытие всех медицинских нужд жителей края 17 миллиардов. Одно из направлений дальнейшего развития – это информатизация системы здравоохранения, когда пациент может в режиме реального времени, ну пока что только на нашем сайте, на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования, но в ближайшее время и на едином портале государственных услуг, может посмотреть все оказанные медицинские услуги и стоимость этих медицинских услуг, то есть те деньги, которые потратило государство на их лечение. В перспективе развития ТФОМС планируется улучшить информатизацию, что позволит пациентам в режиме реального времени на сайтах госуслуги и самого фонда узнать необходимые сведения. Также планируется развитие системы страховых представителей, призванной следить за состоянием здоровья застрахованных граждан, сообщать о необходимости прохождения диспансеризации и диспансерного наблюдения, если заболевание выявлено. ТФОМС всегда стоит на страже здоровья забайкальцев. Они имеют возможность посещать некоторые частные клиники, получать там бесплатное лечение. Сегодня, в день открытых дверей, все желающие могли прослушать лекцию об истории становления ТФОМС, а также совершить экскурсию по учреждению. Сотрудники отдела по защите прав застрахованных совместно с представителями страховых медицинских компаний консультировали всех желающих. Александр Крылов, Илья Жарков, Андрей Шаронов. Время новостей.